Всем привет! Потихонечку в результате моего коллекционирования ножами у меня начали появляться ножи со стеклобоями Стеклобой это значит приспособление для разбития стекла, калёных То есть такой элемент, скажем так, безопасности Который часто используют в службах экстренных реагирования Например, МЧС, пожарники, спасатели Также военные Данные экземпляры, скажем так, стеклобоя приобретались Ножи со стеклобоями приобретались мною не ради стеклобоя И так как они у меня есть, мне интересно потестировать вообще, что это такое Увидеть понятие, смысл вообще стеклобоя Так ли он результативно работает, как о нём говорится И вообще название стеклобоя оправдывает себя или нет Многие из нас знакомы стеклобоями с детства Вот, и наш, наверное, самый популярный, всеми любимый стеклобой Это камень, терекирпич И всё такое И второй по популярности, я так думаю, это вот такой вот молоток Который мы также включим в наш тест Поломаем стекляшки Также у меня есть китайский Ганза со стеклобоем Сначала я думал, что данный стеклобой это фейк То есть болтик с заострением Но на самом деле оказалось, что у нас здесь имеется напайка Прямо в середине вот этого вот острого набалдажника Также у нас чистой воды тактический нож Большой, мощный, крепкий И, соответственно, он тоже имеет у нас стеклобой Это Benchmade Contego со сталью М390 со стеклобоем Как альтернативу для сравнения мы взяли обычный Ганза Он не имеет стеклобой, но так как мы будем сравнивать вообще, что такое стеклобой Нужен он, не нужен Нам нужен какой-нибудь нож, который мы также будем использовать И пытаться поломать, и видно будет Все-таки есть разница между стеклобоем Или эта разница совсем незначительная И это больше как маркетинговый какой-то ход, пиар Установка стеклобоев на ножи Также молоточек Тоже примет участие в тесте И кусок бетона, легкий С содержанием керамзита Так что эффективность данного камня будет не очень Как бы Результат будет от этого камня не очень хороший Речной и морской камень было бы намного выгоднее Но по-другой не оказалось И основная цель вот Тестировать, значит, будем мы Вот такие вот нарезанные куски стекляшек 3,9 мм 4,6 мм Уже потолще И вот такие вот толстые куски 6 мм Данные элементы стекла Это уже используется для витрин Двери, подставки То есть достаточно крепкое стекло И для начала Возьмем Кусок стекляшки И посмотрим вообще стеклобой Чем отличается от обычного металла Возьмем без стеклобоя И попробуем что-нибудь нацарапать здесь На стекле Все буду делать внизу Надеюсь, видно, слышно Кроме как потертости На стекле ничего не появляется Возьмем стеклобой Ганза Модель, сейчас я вспомню 716 Надеюсь, сразу виден результат Солнце, надеюсь, не мешает Здесь у нас появилась царапина Достаточно глубокая В принципе, можно использовать Как и стеклорез Я не знаю, надолго хватит или нет И контега Здесь у нас маленький, аккуратный Такой стеклобойчик Он царапает менее эффективно Так как имеет более округлый кончик Этого стеклобоя А на Ганзе он у нас очень острый Но это плюс, я считаю Так как вы часто пользуетесь Чаще пользуетесь как обычным ножом И при каких-то вот таких вот движениях Стеклобой не должен колоть в руку И наносить травму вам Вот здесь стеклобой не чувствуется Так, ну это у нас 4,6 мм Начнем, наверное, со стекляшек Поменьше Я буду на камеру, наверное, периодически кашлять Так как болею Так что заранее прошу прощения за кашлей И все такое Но начнем с нашего любимого Общенародного стеклобоя Который называется Камень Разбила без проблем Посмотрим, как ее разобьет Нож Без стеклобоя Разлетелся В хлам Но я думаю Ножи со стеклобоем В принципе Разобьют это стекло Еще проще Но для интересов Все-таки проверим Данный тест достаточно опасный Не советую никому повторять его Особенно дома Так как здесь очень много осколков Я использую перчатки Очки на глаза То есть Здесь много осколков Которые могут сильно травмировать Порезать Вот Продолжаем разбивать 3,9 мм Легкие удары Специально делаю Чтобы посмотреть Вдруг Произойдет чудо Но при сильном ударе Конечно Разлетелось все В щепки Стеклобой Просто растолкал По сторонам Вот Ну Дальше Я думаю Смысла нету Бить это стекло Приступим Стеклу потолще Это было Стекло 3,9 мм Сейчас попробуем Поработать стеклом 4,6 мм Так Надо бы осколки Тоже здесь убирать Чем больше осколков Тем опаснее Для Рук Для глаз Ну что Начнем С народного стеклобоя Ну разбило тоже Вижу что без проблем Вообще Из первого удара Но Чуть-чуть Приложившись Стекло сдалось Обычный нож Вообще без проблем Стеклобой Ну Честно сказать Со стеклобоем Бить как-то Темного опасности Как бы Разбитое стекло Разлетается Во все стороны Именно Вот этим стеклобоем От Ганза 716 По-моему Вот Здесь При попытке Разбить камнем Или обычным ножом Осколки Все остаются На доске Здесь они Разлетаются Ну давайте Посмотрим И Кантега Самый дорогой Экземпляр Со стеклобоем Да Вообще Без проблем С первого удара Удар был Не сильный Так Ну что Перейдем Теперь К стеклу Шасси Один миллиметров Так как Стекла Поменьше Разлетаются Как пушинки Если эти Тоже будут Ломаться Легко Значит Будем Ставить По два Ну что Опять С народного До молотка Дело не доходит Так как Камень Ей Обычно Ножики Ломают Давайте Попробуем Опять Камнем Народный Стеклобой Вообще Проблем Не вижу Обычный Нож Надеюсь Все видно На камеру Проблем Нет Продолжим Давайте Молотком Тоже Что-нибудь Покалечим Вообще Легко Лучше Стеклобой Наверное Это Молоток Так Дальше Дальше Хочу Контегой Поломать Да Ломает Крошит Как и обычно Даже мне кажется Вот этим Интереснее Ломать Без стеклобоя Мое ощущение Но здесь При попытке Разбивания Стеклобоем Здесь получается У нас стекло Остается трещина Как бы не все Рассыпается Такой момент Тоже присутствует Так Ну что Наверное Есть резон Поставить По два ножа Вернее По два стекла И посмотреть Что получится Так как Стекла Разлетаются В щепки Без проблем Давайте начнем 4,6 мм Две штуки Друг на друге Это у нас получается Что-то около сантиметра Ну чтобы видно было Визуально Вот это вот стекло Давайте я приложу Его К ганзе Надеюсь Видно Вот толщины Клинку ганза Вот он почти В два раза толще Как Antego Вот толщиной В бэкспейсер Чуть больше Бэкспейсера Вот так что Стекляшки толстые Здесь у нас уже Около сантиметра Давайте сделаем Еще больше Чтобы было Повеселее Так Ну что Народный стеклобой Все разбил Все три куска Разбито насквозь Опять три стекла И попробуем Обычным ножом Рукояткой Все три стекла Разбито Все в хлам И куча осколков Так Ну и что Три стекла Стеклобоем Стеклобой разбил Наружные части Внутренние Одно стекло не разбил Видимо удар Энергия удара Распределяется в стороны И они вниз И соответственно Вот одно стекло Целое Вот вам и стеклобой Так Продолжим Ну что Есть уже резон Наверное поставить Три Шести миллиметровых Стекляшки Шесть и один миллиметр Это получается На шесть Двенадцать Восемнадцать Почти Почти Двадцать сантиметров Начнем С народного стеклобоя Удар не сильный То есть Где-то Двадцать сантиметров Тридцать сантиметров Максимум размах И То есть Нету даже Такого сильного удара Чтобы Замаха Все стекла В щепке Все три слоя Разлетелись Честно сказать Слово нету Не ожидала Что будет так Легко И просто Кромсать Вот этот Легкий Керамзито Бетонный Кусок Бетона Это даже Не речной камень Кусок Бетона С пустотой Без стеклобоя Обычно Ножом Долбим Три куска Почти Два сантиметра Также Удар Где-то Двадцать Сантиметров Высоты Удар Несильный Захват Соответственно Нормальный Все Три стекла Разлетелись Щепки Так Сначала Еще осталось У меня Толстых Кусков Сколько Здесь Шесть штук По-моему Шесть штук Осталось Я вот не знаю Как теперь Лучше их разбить Наверное Также поставим Три штучки И разобьем Стеклобоем Вот Не думал Что я потрачу Так быстро Этот запас Стекол Но Все инструменты И камень И молоток И нож Без стеклобоя Разбивают Стекло В хлам Ну давайте Попробуем Контега Почти Два сантиметра Три листа Что происходит Со стеклобоем Как и В других случаях Стекла Разлетаются Очень сильно В стороны Вот Но последнее Стекло Опять не разбивается То есть Энергия Распределяется В стороны К сожалению Каленых Автомобильных Стекол У меня нет Может быть Тест получился Поинтереснее Но Может как-нибудь Посмотрю Боюсь Что Результат Будет В принципе Аналогичный Ну что Четыре стекла Осталось Чем их разбить Чтобы развенчать Миф О стеклобоях Кулаком Разбить Что Обычным ножом Тыльной частью Обычного ножа Никакого стеклобоя Четыре куска Два и пять Сантиметра Практически Два с половиной Разбита Три стекла Нижняя Осталась Целым Результат В принципе Очень схож С ножами Со стеклобоем По повреждениям Снизу Небольшие Царапания G10 Металл В принципе Не царапается Если чуть почистить Я думаю Повреждений Никаких не будет Короче Вот так вот Стеклобои Берите ножи Со стеклобоями И будет вам счастье Ну что На этом Наверное Тест закончился Лично мне было интересно Надеюсь И вам было интересно Спасибо за просмотр Всем удачи